Добрый день, друзья! Предлагаю вашему вниманию рецепт творожного десерта с орехами и сухофруктами. Он получается очень вкусный и зарядит вас энергией на долгое время. Готовится он просто, и для его приготовления нам не понадобится духовка. 100 грамм кураги заливаем кипятком на 15 минут. 50 грамм чернослива тоже заливаем кипятком на 15 минут. Курагу промываем под проточной водой и нарезаем небольшими кусочками. В этом рецепте вы можете использовать любые орехи и сухофрукты. Чернослив тоже промываем под проточной водой и нарезаем. Для этого рецепта нам понадобится 100 грамм фиников. Их промываем под проточной водой и удаляем косточки. Финики нарезаем небольшими кусочками. 50 грамм фисташек очищаем от скорлупы. Обжариваем 50 грамм фундука. После обжарки очищаем фундук от шелухи. Полностью очистить не удастся, но это и не страшно. Обжариваем 50 грамм грецких орехов. Грецкие орехи нарезаем небольшими кусочками. Орехи и сухофрукты готовы. Приступаем к приготовлению творожной смеси. Нам понадобится 350 грамм творога. Добавляем 100 грамм сметаны. И пробиваем все блендером до однородности. Если у вас нет блендера, вы можете перетереть творог через сито, а затем соединить его со сметаной. Или возьмите мягкий творог. Добавляем 2-3 столовых ложки меда. В кастрюлю наливаем 250 миллилитров молока. В этом рецепте я использую агар, а не желатин. Так как агар имеет растительное происхождение. И пользоваться им, мне кажется, гораздо удобнее, чем желатином. Его нам понадобится 4 грамма или 2 чайных ложки. В магазине вы его найдете в том же отделе, где и желатин. Ставим молоко на плиту и непрерывно помешивая, доводим до кипения. Кипятим пару минут и снимаем с плиты. Сразу вливаем горячее молоко в творог и перемешиваем. Нужно действовать быстро, так как агар при остывании затвердевает. Добавляем орехи и сухофрукты. Все ингредиенты быстро перемешиваем. И сразу, как только все перемешали, и пока агар не остыл и не затвердел, перекладываем смесь в форму. Моя форма объемом 1100 мл. Смесь старайтесь распределять равномерно, чтобы не оставалось пустот. Отправляем десерт в холодильник на 2-3 часа. Через 2-3 часа проходим ножом по бокам формы, так, чтобы воздух попал между десертом и формой. И тогда его легко можно будет извлечь. Нарезать десерт нужно острым ножом. Всем приятного аппетита!